Наша мама занимается очень важными делами. Она решает всякие важные вопросы. Или если кто-то неправильно кому-то заплатил, то она в это вмешивается и решает эту проблему. А если кто-то заболел, она отпускает на болиничный или в отпуск. Короче, наша мама руководитель службы персонала. Мои родители работают на комбинате Связа Уральский. Мама работает оператором автоматической линии починки. Папа работает электромонтером. Мама и папа работают на комбинате Связа Уральский. Мама раба рад. Она работает на приборах, смешивает растролы и проверяет клей, чтобы фанера была качественной. Папа Качигар. Папа следит за работой, которая дает горячую воду и пар. Папа работает с лесным ремонтником. Папа работает в Связе Уральский. Мой брат работает в Связа, где делают фанеру. Он работает перед компьютером и принимает людей. Он мне говорит, что по-английски это будет МЧАР. Папа работает на работе в фанерный комбинат. Он работает руководителем безопасности. Моя мама работает на заводе. Она сушит фон. Да, я считаю, что это опасная работа. Ведь мама же носит эту специальную форму. Я тоже так думаю. Потому что мама работает с людьми, а люди бывают разные. Люди бывают опасные. Мамина работа опасна, потому что у нее много лесенок и движущих элементов. А папа работа опасна тем, что он работает с электричеством. Его может ударить током. Я думаю, что да. У него опасна работа тем, что когда у него неопытные работники бывают, не очень хорошо относятся к железным опасным вещам. И бывают у них травмы. Его работа не опасна, потому что он соблюдает все правила безопасности. Вредная, а у папы еще и опасная. Поэтому мама и папа одевают очки, маску и перчатки. Я считаю, что жилет нужен для того, чтобы защитить людей от пожара. А я считаю, что если человек в этом жилете, его лес обьет машина. Особенно в темное время суток. Он что, светится? Да. Чтобы человека заметил транспорт. Жилетка, что видно было? Это жилетка для того, чтобы папа ночью шли на работу с такими отражающими ленточками. И ночью они отражаются, чтобы машины видели папу. Жилетка нужна для безопасного движения в местах, где есть транспорт. Нужен, чтобы тебя видели в темноте. Жилетка нужна, чтобы тебя все видят. Не какой-то живот найдет, а человек. Я считаю, беруши нужны для того, чтобы человек не мог, особенно когда громкий звук, очень громкий звук. Я согласен, слышно. Это беруши. Их втыкают в уши, чтобы не оглохнуть. Защищают от шума. Беруши нужны, чтобы не слышать очень громкий звук. Беруши нужны, если сильно громко на работе, их обязательно выдают. Беруши, чтобы шум не мешало. Беруши нужны для защиты ушей от громких звуков. Я считаю, очки нужны для того, чтобы защитить человека от какого-нибудь яркого предмета. А я считаю, что они нужны для красоты, потому что они мне очень идут. Очки защищают от клея и брызга. Эти защитные очки нужны, чтобы на работе в глаза не попали всякие мусорники и опилки. Очки нужны для защиты глаз от пыли мелкого мусора. Чтобы искры не попадали в глаза. Очки нужны, чтобы в глаза не попадала пыль или грязь. Очки, чтобы в пыль не попадала в глаза. А каска, чтобы камни не попадали в голову. Я хочу стать президентом и управлять большой страной. А я хочу стать дизайнером-художником, чтобы одевать маму в красивую спецодежду. Я хотела стать доктором лечить людей. Чёртой стать врачом. Я хочу стать будущим строителем, потому что я всегда мечтал помогать людям и строить для них дома. А я хочу стать модельером. Я хочу стать зубным врачом. Самая опасная работа – быть строителем. Потому что можно что-то ровно для человека в любой момент. Вдруг кто-то не очень крепко загребит кирпичи. На мой взгляд, самая опасная работа – это быть пожарным. Потому что человек может задохнуться в пожаре. Даже пожарный. Несмотря на то, что у него специальная форма, он может не обжечься, но задохнуться. Самое опасное – пожарные военные спасатели. Пилотская. Опасная работа в мире – военные. Потому что у военных они могут повредить, они могут ранить одного человека или себя. Я считаю, что самая опасная работа – это пожарные. Работа, связанная с тем, где люди спасают жизни. Самая опасная работа – это пожарные спасатели. Это все опасная работа.